ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сача, Сача, обзор! Битбайклэн приветствует вас! Здравствуйте, дорогие зрители! Битбайклэн приветствует вас! Сегодня мы решили сделать такой интересный обзор, посвященный выбору битбайка объемом двигателя 125 кубиков на колесах 17-14, имея в кармане 50-55 тысяч рублей. Мы по всему салону нашему согнали в одну кучу, как вы можете видеть. Это у нас представлены битбайки Аполлы, ССР, БСЕ, Кайо, два Авантиса у нас стоит и Моталэнта. Сейчас мы пройдемся по ним более детально, отразим какие-то положительные и не очень стороны, и чтобы вы могли самостоятельно уже осуществить выбор своего битбайка, который вам больше понравится. Итак, наш первый подопечный сегодняшнего обзора – это Аполло Старт 125 на колесиках 17-14. Ну, что о нем можно сказать? В принципе, про него уже есть достаточно много обзоров, то, что и рамы здесь TTR используются. Ничего худого в этом не вижу, потому что битбайк без претензий на какие-либо сверхзадачи. То есть для езды, покатушек, в принципе, ничего не развалится, не рассыпется. Или там то, что вот эти вот швы немного у него не в порядке. Да все здесь в порядке, в принципе, пространственная ферма. Придраться так особо не к чему. Питбайк за свои деньги очень даже неплохой. Кстати, стоимость его 53 тысячи, это раз уж мы ведем такой обзор. Ну, остановимся на каких-то мелочах. Итак, с рамой понятно. Мотор. Мотор 153 UX. Все с ним предельно просто, понятно, давно всем известен, проверен, надежен. Проблем с ним никаких. Базовая лапка переключения передач. То есть никакого алюминия, все сварено из металла. Ну, складывается. На первое время хватает, потом, если сломали, поменяли на алюминию. Каких проблем? Передняя подвеска. Значит, у нас состоит из нерегулируемых амортизаторов. Ход амортизаторов 220 миллиметров. Достаточно жесткие амортизаторы Apollo вообще. Опережая события, я так скажу, что один из самых жестких в плане подвески питбайков, благодаря чему его можно использовать очень активно на покатушках. То есть его пробить гораздо тяжелее, чем другие модели. А на переднем колесе у нас установлен 220 миллиметровый тормозной диск. Руль, что приятно, кстати говоря. У нас установлен фэтбар уже здесь идет 28 миллиметров с переходом в 22. Грипсы стандартные а-ля венская вафля. Рычаги у нас алюминиевые, но тоже стандартные, не складные, ничего. Поэтому если там падение 2-е, 3-е, 5-е, когда-нибудь оно отломается, можете поменять на более тюнинговый. Особой изюминкой, ну не изюминкой, а очень большим удобством является то, что данный питбайк уже оборудован фарой. Фара у нас на таких вот резиночках, правда, гуляет. То есть у нее нет жесткой фиксации к вилке. На заднем колесе у нас имеется нерегулируемый амортизатор. Регулируется только преднатяг пружины. Больше ничего вы с ним не сделаете. Так, на заднем колесе у нас установлен 190 миллиметровый тормозной диск с однопрошневым суппортом. Звезда по 428, неусиленную обычную цепочку. Маятник стальной. В базе этот питбайк оборудован карбюратором Микуни ВМ-22. То есть вы не будете с ним иметь там вообще никаких проблем в плане там то, что холостой ход не выставляется, или он там будет стрелять при наборе скорости или сбросе газа. В общем, хороший беспроблемный карбюратор. Фильтр поролоновый. С выхлопом. Простая баночка прямоточная. В принципе, никакого декора. Все просто, удобно и функционально. Дитбайк имеет массу 73 килограмма. Поэтому, если утонули в луже, даже подростку его не составит труда вытянуть. Далее. У нас идет, я думаю, уже многим известный Кайо КРЗ-125 Бэйсик. Что на нем навешано? На нем также висит тот же самый мотор ИК-153-125 кубиков. На нем установлен карбюратор Мекуни ВМ-22 с косым поролоновым фильтром. Рама у Кайо, в принципе, такая своя узнаваемая. Ничего по ней плохого сказать не хотим. Даже не то, что не хотим, не можем. Потому что питбайки эти одни из самых распространенных. Ребята ездят, наслаждаются ездой. Все здесь с рамой в порядке. Маятник стальной. Высота по седлу у нас 850 мм. Фара отсутствует, но в базовой комплектации, ребят, обратите внимание, уже входят моточасы. Траверсы на вилочке у нас обычные алюминиевые литые. Стойки также алюминиевые литые, не шевелятся как прикрученные, так и сидят. Подвеска у нас что передняя, что задняя не регулируется. На заднем амортизаторе регулируется только преднатяг пружины. Так как комплектация базовая, начальная, то, как вы можете видеть, лапка переключения передач самая обычная, стальная. То есть ее можно сразу поменять, можно сначала эту сломать, потом поменять на нормальную. Это же относится как к рулю, так и к рычагам тормоза и сцепления. В принципе, они достаточно удобные, то есть они такой конфигурации, что позволяют... Ну как, рука в них удобно лежит, прижимает рычаг полностью до грипсы. Очень удобно. Электрика. Питбайк не имеет ни замка зажигания, ни фары, поэтому здесь только у нас на роли находится клавиша двиг-стопа. Ничего более. Выхлоп. Задняя банка у нас такая симпатичная, прямоточная. Она не имеет и ни ужасный вид, и не имеет какой-то прекрасный вид. Обычно сдержанный такой аккуратный дизайн. Следующие модели у нас стоят по 49 990 рублей. Это хорошо себя рекомендовавшие BSE DX 125 и новинка 17-го года, СССР, а там 125 кубиков. Значит, питбайк BSE уже давно как бы известен, ну, с такой положительной стороны, как достаточно недорогие надежные питбайки. Что входит в его базовую комплектацию? Двигатель, как всегда, UX 125, 153-й мотор. Этот двигатель UX оснащен карбюратором Джинки. Здесь не Микуни, такой он попроще. Ну, в принципе, достаточно тоже такой надежный карбюратор. Единственное, что, конечно, Микуни попроще в каком плане, то, что вот этот, в плане настроек, в плане перехода режима зима-лето. С Джинки иногда приходится немножко поработать. Ну, можно поставить тот же Микуни, цена вопроса от 1800 рублей, как бы и будет беспроблемный карбюратор. Перед у нас состоит из базовых литых алюминиевых траверс. Передние нерегулируемые вилки с ходом подвески, если я не ошибаюсь, 210 мм. Стальной руль с вареной перемычкой. Вращающаяся подушечка у нас, как всегда. И на руле клавиша двиг-стопа. Значит, особенностью БСЕ и СССР. Они в базе оснащены откидывающимися ручками. То есть, это даст шанс им пожить немножко дольше, нежели их, чем не складывающиеся собратья. Когда вы, не дай бог, конечно, приложитесь об землю или об дерево, там неудачно облокотите, складывающаяся ручка может предохранить ее от перелома. Переднее колесо у нас оснащено тормозным диском 210 мм с двухпоршневым суппортом. Заднее колесо у нас оснащено тормозным диском 190 мм с однопоршневым суппортом. К заднему колесу у нас идет 420-я цепь, а не 428-я, вот как обычно принято на питбайках. Ну, здесь решили поставить цепочку полегче. Если она вам не нравится, в принципе, легко меняете цепь сразу с набором звезд. Тем более, что базовая цепь, в принципе, она только работает в период катки, дальше она вытягивается. Лапка переключения передач у нас так же, как было и предыдущий на Акаю, стальная, сваренная из нескольких частей, естественно, складная. Выхлоп у БСЕ, в принципе, такой приятный овальный прямоточный глушитель, ничего лишнего, все хорошо и добротно. Фары у него нет, как бы это вот такой вот минус. Но если вы ездите только по светлу, поэтому цена в 4,49-990, это, по-моему, шикарный вариант за вот такой вот набор. СССР. СССР является новинкой этого года. Значит, у этой модели уже фрезерованные алюминиевые анодированные траверсы, то есть они такого приятного золотого цвета. Верхняя траверса у нас позволяет руль поставить в двух положениях, то есть поближе или подальше от себя. Ну, два положения. Ножка КПП у нас так же сразу стоит алюминиевая, как бы красивая такая, функциональная. 428-я усиленная цепь. По колесам подробнее. Значит, спереди у нас находится тормозной диск 210 мм, сзади тормозной диск 190. Также спереди двухпоршневый суппорт, сзади однопоршневый суппорт. На раму производители сделал такую, ну, немножко упростил ее в плане переднего усиления. То есть там вварено не по принципу, как вварены не трубки для усиления, а такая вот пластина. Ну, камера вот вам ее показывает. В принципе, это ничего под собой страшного не имеет, потому что все равно так или иначе питбайк начального уровня и к какому-то более-менее серьезному спорту он все равно не готов. Также мы имеем стандартный стальной руль, но перемычка у нас уже прикручивающаяся алюминиевая. Мотор в его раме, это тот же самый 153-й UX. Бачок в 3,5 литра. В принципе, этого хватит в районе 100 км. Тоже для питбайка более чем достаточно. Ну, если учесть, то что чем меньше топлива, тем меньше питбайк будет весить. Хотя, в принципе, это не так уж важно. Но на 100 км хватает. Выходные поездили, заправились или даже один день поездили, вечером заправились, утром опять поехать. Ничего страшного в этом объеме нет. Это достаточно стандартный объем. Но фишка этого питбайка, это еще в том, что производитель решил поставить такой глушитель а-ля Акропович. Но мы с вами понимаем, что это Акропович не настоящий. Это китайский. Но, тем не менее, наклейку он имеет, форму дула у него тоже под стать фирменной. Поэтому для внешнего вида пускай ездит, рычит и радует глаз. Итак, следующий на нашем обзоре, это питбайки от фирмы АВАНТИС. Вот у нас здесь представлены две модели. АВАНТИС 125 Бэйсик и АВАНТИС 125 Басик. Значит, первое, с чего хотелось бы начать, то, что питбайки собраны на раме, которая конструктивно представляет собой раму от SkyU. Поэтому, я думаю, тут вопросов быть не может. Все поверено, прочее, надежно. Питбайки оснащены теми же самыми моторами 153 и UX. Все с ними хорошо, все с ними понятно и надежно. Подвеска. Ну, подвеска, как и у всех предыдущих моделей, это нерегулируемая передняя вилка. А вилка зажата в алюминиевой траверсе. Такие округлые, полированные, но не фрезерованные. Переднее колесо на обоих моделях представляет собой стальной обод. И, внимание, оно содержит 36 спиц, а не 32, как все другие модели питбайки. Стандартный 220-мм тормозной диск двухпорчневой. Модель Basic не имеет фары, собственно, она такая упрощенная. Модель Classic имеет фару, и, ребят, фара закреплена очень хорошо. Она не болтается, как на резинках у Apollo. То есть, и потом у нее самый лучший пучок. То есть, это самая лучшая фара, которую мы встречаем в этой базе. Далее. Высоту по сетлу эти мотоциклы имеют 860-870 мм. Бачки топливные здесь самые большие. Они, ребят, по 5,5 литров. Для таких активных стукатурок хватит, примерно, знаю, на 170-мм, где-то, ну, 150, смотря, какой баллоса есть. Дальше. Заднее фрюсо у нас также имеет 36 спиц. Также они имеют 190-мм тормозный диск с одноборчными саппортами. У нас там стальный мейтник. И самый обычный амортизатор, которым регулируется только бред оттягивания. Также можно в следующей модели. Все минималистично, но функционально. Дальше. У BASIC-а у него еще попроще банков глушителя. То есть, он реально похож на банков. У BASIC-а у него такой же глушитель, с которым мы уже сталкивались на BSE-325, на BSE-325. А, вот что забыли, что забыли. На этих двигателях, во-первых, ребят, еще тоже стоят у нас карбюраторы Mekuni, которые пользуются всенародной любовью. Вот. Но это еще не все. На хвостах этих иноса, в случае патрубки этих карбюраторов, висят такие своеобразные фильтр-боксы. Но Тилантис позаботился о том, чтобы воздушный фильтр обслуживать как можно реже, и чтобы он намного меньше для себя цеплял какаши. Потому что это же не липучка к браунку, которая торчит в воздухе. Это пластмассовый фильтр-бокс. Вот такой вот он аккуратненький, в виде конуса с воздухозабором снизу. Это очень приятно, потому что вам нужно его будет обслуживать гораздо реже. Это очень здорово. А, и модель Colossi, еще вдобавок, в виде своей нижней траверсы противоугонного устройства. То есть, если вы не желаете, чтобы ваш битбайк далеко кто-то катал, друг от друга, то есть, зажали траверсу и все, он будет, похититель будет катать его просто по-другому. Почему у нас здесь на обзоре оказалась модель Colossi? Ребят, до 24 ноября на эти битбайки у производителей идет скидка 10%. И поэтому модель BASIC можно приобрести по стоимости, так он стоит 53 тысячи, а по скидке он будет стоить 47-700. Также модель Colossi, он стоит у нас 57 тысяч, по скидке его можно приобрести за 51-300. Поэтому он сегодня попадает в основной диапазон от 50 до 55. Ну, пожалуй, вот и все. Друзья, и завершает наш обзор такой вот пидбайк MOTALAND 125. Очень интересная модель. При его цене в 51 тысячу 840 рублей, ее штатную комплектацию помимо, ну, как бы стандартного такого оснащения, входит, что у нас, у нас входит фара, замок зажигания. Так, и обратите внимание, это единственная модель из этого ценового сегмента, которая имеет электростартер. То есть это для тех, кому лень с ноги заводить, кто хочет ничего не дергать, и чтобы его мопед заводился. Вот, ну, конечно, характерной особенностью этого электростартера является нижнее расположение. Поэтому, друзья, будьте аккуратны. Если вы будете штурмовать лужи, заезжая в них по самый шлем, вот, то стартер вы, скорее всего, зальете. И если вы его не будете просушивать и за ним следить, то в ближайшее, самое ближайшее время он у вас обязательно хряк. Ну, по этому мотоциклу что хотелось бы вот так вот бегло добавить. То есть у нас также спереди и сзади здесь нерегулируемая подвеска. Сзади возможен поджим пружины. Траверсы у нас, они имеют вид фрезерованных, но это не фрезерованные. Это они отлиты из алюминия и, как сказать, обшкуренные такие. То есть им придана такая гладенькая форма. У этих траверс есть хорошая такая особенность. Ну, во-первых, то, что у нас фара достаточно крепко так закреплена и не болтается. Вторая особенность в том, что, друзья, у нас здесь три положения передних стоек. То есть мы их можем немножко назад поставить на наделение или немножко вперед. То есть здесь вот такие вот пропилы имеются. Можно переставлять стойки. Это очень удобно. Мотор по, значит, по конфигурации от нас не утаить. Это тоже самый 153-й мотор. Производитель, насколько я помню, Гуангуэгуэ. На буквы Г, в общем, производитель. Какой-то такой у нас. Вот. Но этого не нужно бояться. То, что это ни X, ни LeFan, ни Zongshin. Абсолютно не нужно. Также тот же самый надежный двигатель. Детали у него внутри те же самые. Так что на это вообще не стоит обращать внимание. Вот. На что стоит обратить внимание? Конечно, то, что этот мотор оснащен карбюратором Jinke в базе. Мы как бы уже по другим моделям сталкивались с этим. Ну, опять же, кто-то ездит на Jinke, кто-то доплачивает там небольшую сумму, ставит Mikuni и не имеет проблем. Вернемся к колесам. Колесики у нас самые обычные, стальные, 32 спицы. Передний тормозной диск 220 мм, двухпоршневой суппорт. Задний тормозной диск у нас 190 мм, однопоршневой суппорт. Как бы все стандартно, надежно. Здесь от других пидбайков особо ничем не отличается. Выхлоп. Выпускная банка у нас, грубо говоря, такая же, как мы встречали уже на Kayo. Мы встретили такую же на BSE и на Avantis Classic. То есть такая вот баночка, за которую вам стыдно не будет, которая будет весело попукивать по полям и радовать вас и ваших соседей. Топливный бак. Здесь небольшой, 3,5 литра, с пластмассовой пробкой. То есть на 100 км он вас возить будет. Лапка переключения передач у нас стандартная. Стальная даже несколько попроще, чем на других моделях. Но, как мы уже с вами ранее беседовали, заменить ее стоит небольших денег и уж совсем небольших усилий. Так что этот момент не должен нас отвлекать. Руль у нас стандартный, стальной, 22 мм, с вареной перемычкой, с подушечкой. Совершенно какими-то неплохими и нехорошими удовлетворительными, скажем так, ручками. Удобно на них рука лежит, удобно они работают. Так что к ним каких-то претензий, что это плохие ручки, я сказать не могу. Сказать, что это какие-то выдающиеся там ручки. Ну, тоже как-то не поворачиваются. Удовлетворительные ручки. Электрики минимум. Провода прибраны здесь достаточно так аккуратненько. Ничего не болтается, никакие сопли не висят. За 51 840 питбайк с электростартером. Даже вот такой бонус регулируемыми стойками руля. В принципе, на мой взгляд, очень такая хорошая и приятная машинка. Также данный питбайк оснащен сзади, у него 420-я цепь. То есть ничего ужасного в этом нету. Пройдете обкатку, так же, как мы с вами раньше и говорили. Захотеть на 428-ю сменить попрочнее, даже получше. Там на других производителей, вплоть до того, что можно и дидовскую поставить. Не так это дорого стоит. С 428-ми звездочками поставите. Можно даже задней звездой поиграться и передней. Там количество зубов потяговите или поскоростнее. Это кому что нравится. Если у вас будут по этому вопросы, как бы тоже можете нам написать. Мы дадим вам консультацию, в том числе и по таким характеристикам. Ну, так, в принципе, вот это вот наши такие беглые обзоры, кто есть кто, наверное, подходит к концу. Мы, как смогли, постарались вам осветить особенности, скажем так, не то чтобы там плюсы и минусы, а особенности этих мотоциклов. В заключение хотелось бы добавить, что, надеюсь, у нас получилось сделать такой большой обзор с таким количеством мототехники, в котором вы нашли ответы на какие-то свои вопросы. Тем не менее, вот мне хотелось бы дать такую ремарку, то, что каждый из сегодня представленных питбайков, у них нет какой-то лучше, какой-то хуже. У них все характеристики приблизительно на одном уровне. И за свои деньги это очень классная техника. То есть вот этот вот сегмент 50-55 тысяч. Они отрабатывают на 100%. Просто мы хотели показать то, что у какого-то питбайка есть какая-то особенность, у какого-то питбайка она другая, только и все. Вот, какую выберете вы для себя, ну, это уже вы подумайте и решите сами. Также, друзья, хотелось бы напомнить о том, что у нас будет проводиться розыгрыш. Состоится он в декабре. Точное время и дату вы можете узнать, подписавшись на нашу группу ВКонтакте, в Инстаграме. Также подписываться на наш YouTube-канал. Мы его потихонечку будем наполнять по мере своих сил, возможностей. Надеюсь, что видео для вас было хоть сколько-нибудь интересным, полезным. Ждем ваших комментариев. Гоняйте на питбайках, получайте драйвуху. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok